давайте уже скорее начинать краситься и для того чтобы как-то меня все вдохновляло на красивый весенний макияж я хочу воспользоваться вот этой парфюмированной туалетной водичкой my little garden очень такая приятная водичка про нее уже рассказывала когда ее заказывала она пахнет просто таким вот весенним садом это очень вкусно и на весну это сейчас вот мой самый любимый аромат это так по весеннему это так цветочный это такие водные лилии такой прекрасный майский сад цветущий это очень-очень вдохновляющая на что скажу наверное что нанесла уже до того как с вами пообщаться до того как выйти к вам я нанесла от темных кругов вот такой вот консейер персикового цвета вот он вот такой от сифара в палетке он очень классный он очень хорошо убирает ваши синячки и тональную основу тоже от сифара вот она очень стойкая посмотрите как хорошо все выровняло мне очень нравится вот так что давайте приступать к макияжу сейчас будем делать контуринг для этого мне понадобится такая кисточка и вот такой цвет из этой палетки на чистый холст возвращаем все наши объемы безумно люблю смотреть честно гре как другие красятся и мне кажется это как-то так вдохновляюще дальше я беру свой любимейший продукт от дольче габбана в оттенке там и немножечко этим холодным оттенком прохожусь еще по скулам потому что он очень хорошо углубляет их дублирую чуть-чуть на шейку так вот красивенько и беру румяшки буржуа в оттеночке 33 они такого красивого оттеночка персиковый чуть-чуть и этот же оттеночек чуть-чуть дублирую на глазки дальше я беру компактные метеориты от герлен и прохожусь по всему лицом смотрите какая красота вообще очень-очень красиво они придают такую свежесть личку кстати не показала вам продукты для губ которые я сегодня использовала мне сегодня хочется что-то такого вот я использую больше такой персиковой гамме все продукты у меня до дублируются и румяна и губы и на глаза я буду тоже что-то такое наносить поэтому использовала 33 буржуа румяна блеск 267 наверх диор тоже такой персиковый красивый и под низ блеск клоранс он больше как бальзам вот идет тоже очень красивым персиковым оттенком вместе мне очень нравится как это все смотрится по моему это очень свежо и очень-очень достойно выглядит так ну и сейчас будем заниматься бровями для бровей буду использовать карандашик у меня вот такой карандаш от марки дебора и будем их аккуратненько чуть-чуть дополнять сначала кисточкой вот этой щеточкой такой прочесываю бровки все так чуть-чуть наверх они у меня кстати окрашенные краской поэтому они такие яркие и буквально чуть-чуть там где мне нужно я заполняю в основном это хвостики и дальше гелем от мэйбелин который называется брау пресса из файбер филлер в оценке dark blonde и очень красивый блонд оттенок подойдет всем блондинкам очень аккуратненько их так укладываю он идет с микрофибрами очень хорошо укладывает брови и закупилась очень много штучек вот такие бровки у нас получились хочу обязательно сейчас законтурировать носик как-то так как-то так у нас получается и сейчас сразу же нанесу хайлайтер на скулы хайлайтер у меня из палетки туфейст вот это замечательная палеточка она очень красиво здесь просто потрясающий мега хайлайтер они пахнут вообще шоколадом и это просто что-то мега потрясающе смотрите как красиво там беру такую кисточку и этот же хайлайтер дублирую дальше из палетки сифара я кладу такие светлые красивые оттеночки под бровку себе и в околочек глазика и дальше на все века я буду положить очень красивый такой оттенок вот такой вот как мои сережки смотрите какой красивый это из палетки ателье оттеночки по моему это 12 точно не помню я их переместила просто в эту палеточку и сейчас аккуратненько я их буду набивать себе на века буквально одним движением они сразу же ложатся да по моему получился очень красивый такой беленький светлый оттенок я кладу сюда вот сразу сначала глазиком немножечко чуть-чуть высветляю можно сюда кстати выжить хайлайтер дальше беру вот такой красивый оттенок от инглот он такой коричневый чуть-чуть уходит такую знаете какую-то бордовинку и этим оттеночком аккуратненько делаю себе создаю складочку скажем знаете Продолжение следует... Дальше я меняю кисточку на кисточку бочонок, это у меня 231 кисточка, очень плотная, из козы от Зоева, и этот же оттенок я кладу вот сюда, прям выкладываю его более плотно в уголочек глазика, не заходя на складку, просто очень плотно его выкладываю для того, чтобы создать глубину глаза, и чтобы глазик у нас стал больше визуально. Дальше этот же цвет я чуть-чуть себе кладу на нижнее веко. Вот так вот. Дальше таким черным каялом, это у меня планком карандашик, черный-черный нойер номер один, я им буду чуть-чуть прорисовывать верхнюю слизистую, для того, чтобы глаз был чуть-чуть объемнее, более глубже и выразительнее. Вот уже видно, да, насколько вот этот глаз стал глубже. И чуть-чуть прохожу сверху. И кисточкой маленькой растушевываю. Хочу еще немножечко углубить макияж, и своим вот таким вот розовым оттенком, вот этим красивым под мои сережки, я чуть-чуть начинаю заходить внутрь глазика, да, чуть-чуть. Хочу его протянуть вот так вот, чтобы у нас создавался такой какой-то эффект томный глаз. Ну что, вот такой вот красивый выразительный весенний макияж у нас получился. Обожаю такие томные глаза, мне кажется, смотрится потрясающе. Я накрасилась тушью и немножко добавила еще на слизистую черного карандаша, потому что я безумно люблю, когда это так томно. Такой взгляд, вот. Так что получился у нас такой весенний макияж в таких приятных розовых оттенках. Надеюсь, вам понравилось, было для вас полезно. Делаю такой макияж я обычно очень быстро, за минут 20 где-то, вот. Так что повторяйте, тоже дома люблю вас. Пока!